Приветствую вас. Ну, формально я подпадаю под ваши требования, мне 34 года, поэтому надеюсь, что я могу выразить свое мнение. Начну я, как это ни парадоксально, с самого конца вашего текста, где вы спрашиваете, кто что думает по поводу изложенного мной, какие советы, предложения, очень хочется услышать мнение людей возраста 30+. Во-первых, данный сайт, это не про мысли по поводу того, что вы изложили, и не про советы и предложения. Это про помощь человеку, который не может разобраться в себе. Мы психологи, и мы помогаем решать проблему человека. Поэтому какая у вас проблема? Страх? Недоверие себе? Не можете разобраться со своими чувствами, не знаете, как их выразить? В чем ваша проблема? Сформулируйте ее. На мой взгляд, вы боитесь сближения. На мой взгляд, вы вот то, что все время по факту как бы съезжаете с темой, да, то есть вы по факту, ну, не отвечаете прямо. Вот. На мой взгляд, это недоверие себе и неумение выражать свою позицию, а может быть и непринятие чего-то в себе. Сомнением в себе и так далее. Вы говорите о том, что не знаете, как вести себя со взрослым мужчиной, но, извините, чем взрослый мужчина отличается от обычного, например, человека? Ну, в смысле, в чем разница? На мой взгляд, этой разницы нет. На мой взгляд, она эта разница в смысле полностью отсутствует. Но для вас, для вас она почему-то существует. и вот на это, пожалуй, я бы хотел обратить ваше внимание. То есть, в чем такая большая разница, что вы общаетесь со взрослым мужчиной? Чисто, если говорить глобально, если вот глобально как-то говорить о том, что вы написали, то я думаю, что ваши опасения вполне понятны. И я думаю, что для вас это возможность узнать себя, понять, чего вы хотите, понять, что для вас важно, что для вас имеет значение. то есть, для вас это возможность себя поисследовать, потому что, судя по тому, что вы описываете, вы с собой самой знакомы, не слишком-то хорошо. Вот, вы, так же, как и мужчина, о котором вы пишете в своем тексте, по-видимому, привыкли избегать каких-то прямых высказываний, избегать прямых выражений своих чувств и так далее. Вы этого боитесь. И в то же время у меня появилось такое чувство, что вы как бы ждете, что кто-то, в данном случае, например, мужчина, угадает ваше желание. Если это так, на самом деле, если это так, то лично я вижу в этом довольно серьезную проблематику, потому что никто не будет угадывать за вас то, что вам нужно, то, что вам хочется и так далее. И, честно говоря, я бы не рекомендовал вам саму ждать того, когда это случится, того, когда это произойдет, потому что угадать ваше желание могут неправильно, угадать ваше желание могут не так, как вы этого хотели, ну, хотели бы. И тогда могут начаться серьезные проблемы. тема. Поэтому если говорить о заботе о себе, если говорить о том, чтобы как-то внимательно к себе относиться, вот, то я надеюсь, что примерно вы поняли для себя сейчас, что нужно делать. Я думаю, что вам желательно поотслеживать свои переживания, свои чувства, вам желательно поотслеживать то, чего бы вам хотелось, поотслеживать свои ощущения, и поучиться их эти ощущения выражать. На мой взгляд, это самое лучшее, что вы можете для себя сделать. Ну, поработать со страком, конечно, тоже, потому что есть ощущение, что вы себя как будто бы несколько недооцениваете. Есть ощущение, что вы к себе самой относитесь, ну, как бы сказать, скептично, что ли. То есть, как будто бы вам сложно, нелегко воспринимать себя всерьез. Относиться к себе серьезно, как будто бы вам сложно. Само собой, что это может быть действительно связано с вашим возрастом, это действительно может быть связано с тем, что вы себя не знаете. Но так или иначе это может создать для вас серьезные проблемы. Вот. Поэтому сейчас вы играете, но что будет, когда игра закончится, что будет, когда кому-то из вас надоест играть, что будет тогда, и сохраните ли вы тогда свои отношения, это вопрос. вопрос. Поэтому мне кажется, что от игр, из игр вам по возможности желательно выходить. Не тратить, не тратить на них свое время, не тратить, не тратить свое время на игры. Если чувствуете что-то к человеку, почему не сказать об этом? если боитесь, почему не поработать со страхом? Ведь все мы чего-то боимся, и вы можете чего-то бояться, это нормально. Вы можете даже мужчине об этом сказать, что вы чего-то боитесь, и что чего-то вы опасаетесь, и что вам бы вот ну, например, какую-то хотелось бы получить поддержку. Это вполне нормальная история. Вот. А на что я бы еще хотел обратить ваше внимание, это, пожалуй, на то, чтобы вы были внимательны к себе в контексте отношений. Потому что ситуации могут быть разными, отношения ваши с мужчиной могут развиваться по-разному, и чувствовать себя в них вы также можете по-разному. И чтобы не страдать, чтобы если вдруг что-то пойдет не так, по возможности не переживать сильно, вам желательно отслеживать свои изменения, которые у вас, например, будут происходить. Чем лучше вы для себя эти изменения заметите, тем раньше вы их заметите, и тем раньше вы о них скажете, допустим, человеку, тем лучше будет для вас, тем меньше будет разочарования и страдания. Но это предполагает, что вы столкнетесь с неловкостью, и очень важно то, как вы обращаетесь со своей неловкостью. Очень важно увидеть, как вы ее встречаете, чем вы ее встречаете, не пытаетесь ли вы от неловкости убежать? Потому что мне показалось, мне повторюсь, показалось, что вы как раз таки пытаетесь от нее уйти. Дело в том, что невозможно построить хорошее теплое искреннее отношение, если избегать неловкости. Это невозможно. Понимаете? Поэтому я бы именно на это обратил ваше внимание, на то, чтобы вы сталкивались с неловкостью. Конечно же не культивировали ее, конечно же не стремились к ней, но не избегали ее. Потому что волшебными отношения делает именно ощущение неловкости. Волшебными отношения делает именно вот это чувство, что я уязвима, например. И если вы не позволяете себе быть уязвимой, если вы бежите от уязвимости, то отношение выстрелить вам будет конечно же проблематично. Со всем тем, что я описал, вам может помочь психолог. Мне не кажется, честно говоря, что ваша проблематика является такой уж серьезной. По крайней мере, я не склонен таковой ее видеть. Конечно, можно при желании увидеть более глобальные проблемы, по типу того, что вы тяготеете к обцовской фигуре и к обцовской фигуре и прочее, прочее, но давайте это пока оставим. Я допускаю, что может быть вы действительно влюбились и я допускаю, что может быть вы действительно испытываете к человеку определенные чувства. Я вполне это допускаю. И не хочу сразу это отбрасывать. Но если у вас есть опасения по поводу будущего, а такие опасения могут быть, например, допустим, допустим, вы говорите, например, что вам с ним хорошо. Ну, то есть, вы говорите вот это. Давайте попробуем, может быть, поиследовать, а что именно вы вкладываете в то, что именно вы вкладываете в то, что вам с человеком хорошо, как именно вы себя с ним чувствуете, какие чувства у вас появляются. Это важно. Это очень важно. Потому что от этого ни много ни мало зависит ваше дальнейшее будущее и ваше опыт. На этом все. Надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью вам. Она вне всякого сомнения пригодится. Не затягивайтесь этим, а вот, потому что сейчас вы устраиваете отношения, довольно-таки уязвима. На мой взгляд, одна какая-то непонятная ситуация, одно какое-то разночтение, одно какое-то недопонимание между вами и все может закончиться. Понимаете? именно потому, что и вы, и мужчина, как мне показалось, склонны избегать. Избегать близости, избегать ответственности, избегать честности. Но только так можно построить отношения. Всего вам самого доброго. доброго. Спасибо. Продолжение следует...